Дай почитать. Большинство гениев в обыденной жизни были несчастны, а люди средних способностей, используя его терминологию, сумело погашенной в детстве гениальностью, куда более житейски устроены и более счастливы. Михаил Казиник убежден, что губить врожденную гениальность в детях преступно. Ведь есть гении созидания, люди, которые ценой неимоверных трудностей и страданий проложили великие пути в искусстве и науке. У них великое божественное задание на земле. Есть еще и гении восприятия, которых можно воспитать, сформировать, обучить. Они будут гармоничнее гения в созидании. В их жизни будет много света и радости. Гением созидания очень тяжело. Они первопроходцы. Люди не всегда способны понять их творчество. А их творчество – это победа над собственным одиночеством, болезнями, страданиями. А вот гении восприятия получают уже результат этой победы. Что нужно, чтобы не погубить в детях гениев восприятия? Первое – ликвидировать клиповое мышление в образовании. Увидеть панорамный мир. Второе – нужно воспитать в детях парадоксальное и антиномичное мышление. Третье – сделать музыку великих композиторов межклеточным веществом образования и воспитания. Ведь музыка – питание мозга. Четвертое – в обучении и общении всегда должно присутствовать чувство юмора и артистизм. Пятое – научиться и научить говорить. И главное – выработать ассоциативное волновое мышление. Другими словами, необходима связь всего со всем. В книге Михаила Казиника очень много размышлений о текстах Пушкина, Гоголя, о музыке Чайковского, Бетховена, Брамса. Подробной интерпретации подверглись сказки о рыбаке и рыбке, о царе Салтане. И особенно духоподъемно интерпретирована сказка Андерсона «Соловей» 12+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская – 65, Ленина – 103А, Луганская – 53 и Волкова – 6А. До новых встреч! Дай почитать!